Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим лайфхаки для красоты! Я так это люблю! Перед тем, как мы начнем, как всегда, у меня для вас отчет удачи. Все те, кто поставят лайки за три секунды, вам будет несказанно вести, и вас будет окружать только красота всю неделю. Итак, считаем. Три, два, один, ноль. Все, кто поставил лайки, удачи, отправляются к вам. Ну, мы начинаем. Лайфхаки для красоты. Классная губа. Что это они нанесли? А-а-а, зачем? Что это? Что за вред? Боже, пипец. Пипец. Дети, я поцелуюсь своими пластмассовыми губами. Круги под глазами. Ну и что? Нормально? Попробуем-ка сделать патчи из бананов. Раз, два, три. Руки задери. Ну, не знаю. Не знаю, девочки, не знаю. Мне кажется, это не работает. И что, корочка у тебя полежала под глазками? И что, такая вся фраза? Ух, нет. Так, 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 так. Что там будет? Что там будет? Отрывам. Ах, на. Это классно. Легкая татушечка. Берем сеточку. Наверное, это, скорее всего, сеточка. Ну, я не знаю, не знаю. Сеточка каких-нибудь помидоров или апельсинов. Что у тебя там, детка? Берем опять кожуру, зубную пасту, перемалываем до ужасной серой массы и наносим на зубы. А вообще, все процедуры, связанные с зубами, лучше делать у стоматолога. Поверьте мне. Что, йогуртом под вышки намазать? Правда? А что еще йогуртом можно намазать? На самом деле, любую часть тела выбирай. Ой, это прикольно. Это прикольно, но уже я бы устала их клеить. Ах, открываем, открываем, открываем. Опа. Они колятся, наверное, немножко. Ну, ладно. Колятся зато красиво. Желатин растворяем в теплой воде, потому что в другой он не растворяется. И что мы, зелень добавили? Наливаем, прикладываем еще один листик. Что за народный метод? Так, 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 так. Гидрогелевый патч, на него еще какой-то жидкости листик. Опять желатин. Желатин. О, яичный белок. Бальзам для волос. Это, наверное, для волос масочка-то. Проблема этих масок в том, что ты, когда начинаешь смывать яйцо, оно на твоей голове сваривается. Это беда прям вообще, я серьезно говорю. Поэтому его только холодной водой промывать. И вонь стоит ужасная. Я ненавижу, как пахнут яйца. Но я их люблю капец. Лип-пенсил, карандаш для губ, тоначок туда. Смечиваем. И делаем румяна. Короче, если у тебя нет румяна, использую карандаш для губ. Либо помаду, либо тени. Все пойдет. Я иногда тенями делаю себе румяна, контуринг. Ну как контуринг? Бройзинг. Контуринг уже никто никуда не делает. Все должно быть естественно, свежо, красиво, аккуратно и легко. Мне кажется, макияж тяжелый такой, знаете. Он уже отходит. Уже никто так не делает. Так делают те, которые не делали, допустим, какого-то такого тяжелого, серьезного, взрослого макияжа. Хочется. Мне тоже хотелось в свое время. Но потом как-то я поняла, что я как бы норм выгляжу и так. Before, after. Ой, оп-чики-ри-ки-пики. Та-да-дам! Это серьезно сейчас я вижу? Ты сначала просто себя мараешь, а потом все это подтираешь. Про аккуратность можно не говорить, но про скорость, возможно, да. Это ж... А, я поняла. Вы сейчас тоже поймете. Смотрите. Опа! Окей, сделаю это. Потом еще очки протирать. Не проще ли сделать так? Потому что сейчас есть стики. Стики? Тут стик, тут стик, тут стик. Все. Ну, почему так неаккуратно? Вот у меня розовые тени. Что они неаккуратны нанесимы? Все вполне себе прилично. Ну, давай, милая. Что ты там решила делать? Наоранжевелось, назеленелось, насинелось и натоналилось, накоричневелось. Капец! Все цветами радуги. Это прикольно. С одной стороны. С одной стороны. Но с другой стороны... Мазня! Я вам говорила, что я не пользуюсь тонаком. По-моему, мое лицо норм. Блин, я сияю. Это прекрасно. А почему я сияю? Объясню. Мне с вами не жалко поделиться, потому что я перестала пользоваться тонаком. Лицо, правда, стало лучше. Ни си си, ни биби крема, ничего не употребляя, так сказать. К тому же сейчас лето, через месяц настанет. Нам надо как-то это... Немножечко можно подзагореть. И тогда вообще лицо будет по-другому выглядеть. Если, конечно, есть какие-то там несовершенства на лице, их лучше лечить, наверное, чем скрывать. Сколько не маскируй проблем, она все равно вылезет. И это касается не только внешности, это касается отношений, психологических переживаний и всего остального. Не маскируй, смотри, прям вообще в глаза этому всему. Берем пустую баночку, гель для лица. Что-то в этом есть. Да. Я так делала, они сейчас соединят две помады, две помады соединят, и они будут выглядеть как с плавем. Да-да-да, я так делала, у меня где-то есть, причем я убила помаду от Мак. Она, блин, дорогая такая еще была из эксклюзивной коллекции, у меня другой не оказался под рукой. Я снимала в другом месте, это тут у меня целый комод косметики, а там не было. Мне пришлось использовать то, что было в косметичке, это было ужасно. Сердце мое разрывалось. Все теперь знают, где эта помада. Ушла в небытие. Проверяем-ка, вон как замазывает. Вон как замазывает. Вон как замазывает. Угу. О, авокадо, это серьезная заявочка. Трусы, купи на размер свой, чтобы не мучиться вот так. Вообще не нужно ничего стеснять. Если трусы вылетают из твоих джинс, значит трусы не те, не твои трусы, надо другие. Если джинсы сползают ниже колен, то джинсы не твои. Ну хотя, смотря в какой ситуации, если вы понимаете о чем я. А, 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 я знаю эту тему. Я так делала. Делала, делала, делала. Классно. Классно. Но, чтобы не пользоваться косметикой на тело, я предпочитаю сразу купить себе крем для тела с блесками. Нормально. Он еще и ухаживает, и он более бережно относится. О, эти каблуки, эти каблуки, эти каблуки. Конечно, может и хорошо, но нет. Не для меня точно. Я и так привлекаю слишком много внимания. Если я буду еще корячиться и идти по улице, то это будет просто ужас. Ой-ой-ой-ой-ой. Я люблю шишечки. Они мне идут просто. Красиво. О, у меня такой же есть тональный крем. Он, кстати, классный от Эвелин. Он легкий. Такой флюид. Все упаковано. У меня вообще вся продукция, которая мне нужна, допустим, чтобы быстро привести себя в порядок, в маленьких баночках. Все. И это очень хорошо. Куда это ты, моя сладкая, намылилась? На свиданку. На свиданку. Пам-пара-пам-пам-пам. У нее идеальные брови. Ей с ними ничегошеньки не надо делать. Абсолютно естественные, пушистые, как у принцессочки. Ну, блин. Они и так были классные у тебя. Вот, видите ее брови? Они классные. Просто вообще мечта. Пушистенькие, такие, как крылышки ангела. Массажные точки нам показывают. Хорошо. Раз, два, три. Я не соблюдаю никакие массажные точки. Я вообще иногда вот так наношу крем, потому что я так устала после съемок, что мне уже пофиг. Мне лишь бы нанести и пойти спать. Стрелочки. Я их люблю. Но от них тоже сейчас отказалась. Что мы делаем? Что мы делаем? Так. Нагибаем голову. Завязываем косыночку. И что будет? Что будет? Ну, такое себе. Вообще немолодежно. Блин, травка попала. Та-да-да-дам. Ой, какой красивый. Я люблю пучки. Что мы делаем? О, тени, как у меня почти. Жестко. Я считаю, что это просто мазня, 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 мазня. Я не стала бы так делать. Мне не нравится. Все неаккуратно. Что не так? А-а-а. Ну, у меня тоже вот такие же. Кстати, раньше я покупала специальную пудру для вот этих мест, чтобы вот здесь был объем. Ну, сейчас я забила. Сижу лысо. Видите? Проплешины. Зачем я вам их показала? Уже их не замечали, да? Капец, что ты сделала? Брови никуда теперь не денутся. Добренькое утречко. Красная помада. Я не знаю. Теперь у нас фиолетовые какие-то синяки. Потом консилер. А можно было бы просто обойтись консилером или патчами. Короче, я вообще решила, что я не буду ничего там маскировать. Если у меня круги, я беру патчи. Если у меня расширились поры, я наношу маску. Если у меня потрескались губы, я наношу бальзам. То есть я круги консилером не буду замазывать. Поры я не буду замазывать тонакун. Трищи тоже. Я их буду лечить. Это важно. Вот такое у нас сегодня было видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Целую. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok